Девушки отдыхают С этого грува возникли лучшие грувы. И однажды, покинув свою коробку, Джек смело произнес «Да будет хаос!» И родилась хаос-музыка. Я никогда не думал, что мои песни начнут что-либо. Я просто писал дома то, что хотел слушать. Из андеграундных клубов Чикаго хаос вырос в величайший музыкальный феномен со времен рок-н-ролла. Если бы кто-то сказал мне, когда я был моложе, что музыка, которую мы делали в своем подвале, будет играться во всем мире, я бы сказал ему, поделись травой, чувак. Потому что это невероятно. 15 лет спустя хаос доминирует в поп-музыке. От Мадонны до Юту. Никто не избежал его неугомонного бита. Я думаю, что хаос — это чувство, и если ты не чувствуешь, то это не хаос. Это чувство, которое сделало диджея суперзвездами. Это не просто проигрывание новых вещей. И никогда не было им. Он превратил ночные клубы в глобальные бренды. Я точно знаю, что если диджей играет фантастически, отрабатывает по полной перед большой толпой, то тебе не устоять. Вы уже поняли. Это не просто музыка. Это образ жизни. Это чувство, которое возникает в клубе от мощных треков. Я вижу людей, которые кайфуют от музыки, даже не понимая, зачем она была создана. Они понимают лишь основу этой музыки, но не более того. Это история людей, создавших хаос. Саундтрек к нашим жизням. Для меня хаос — это все, что начинается в андеграунде. Не важно, насколько это велико, если начинается с андеграунда, а потом оказывается заполненных до отказа клуба, то это хаос. Мы воровали любую музыку. Так мы создали наш саунд. Парни из Чикаго просто взяли темы из диска и сделали их круче. Мэйл Черин Уэстен Рекордс. С самого начала это были геи и черные люди. Они сохраняли в живых танцевальную музыку. Диско — танцевальную музыку. Мы танцевали под танцевальный ритм и блюз. А потом пришла лихорадка «Субботние ночи», которая взорвала все, и все кругом просто стали танцевать. В конце 1977-го Траволтов показал всем, как надо танцевать «Хассл». Диско вышло из андеграунда. В то время, как весь мир заболел лихорадкой «Субботнего вечера», Майкл Броуди, партнер Мэла Черина, придумал новый вид ночного клуба. Майкл сказал, что если люди будут танцевать вместе, то смогут и ужиться. Поэтому было так важно объединить всех людей — белых, черных, натуралов, геев, идеей музыки. И однажды Майкл позвонил и сказал, «Мэл, я нашел человека, который это сделает». Это был Ларри Леван. Это «Кинг-стрит-84», «Парадайз Гараж». Ларри был талантом, Ларри был музыкой. Ларри был воображением, Ларри был дерзостью. Дэвид Депино, «Парадайз Гараж». Я не пытаюсь его приукрасить, но это правда. Ларри был всем сразу. Во время открытия в январе 1978 года в «Парадайз Гараж» был самый большой танцпол и самая лучшая саунд-система в Нью-Йорке. Но именно резидент клуба Ларри Леван сделал гараж легендарным. Он иногда играл настолько напряженную музыку, что тебе хотелось присесть, пригнуться. Он говорил, видишь толпу, смотри, что будет, когда я поставлю эту пластинку. Он был заклинателем змей, заставлял тебя сгибаться так и эдак. Он не слишком хорошо сводил, мог бы, если бы захотел, но фишка была не в этом. Он просто знал, как сыграть песню. Пол Оукинфолд. Он не играл в одном стиле, мешая диско с жесткими ритмами. Литл Луи Вега, Мастер Зат Ворк. Ты возвращался с вечеринки, напевая песни и думая о том, что произошло. Это было очень удивительное время и место. Меня влекло туда, потому что я был без ума от музыки. Техники, он был гением. Есть сабвуфер, названный в его честь, Рупором Блэвана. Он развенчивал всех. Это была его работа. Он мог остановить музыку, чтобы залезть наверх и протереть зеркальные шары. А потом запускал музыку, и все начинали кричать. Первый раз я оказался там в 17 лет. И я понимал, что никогда еще не видел такого. Оказавшись там впервые, ты думал, что ты в Дантовском аду. Луис Сантьяго, посетитель гаража. Они наполняли большую чашку наркотой. И вся толпа в итоге была под кислотой. И вот тебе уже хорошо, и кто-то протягивает тебе попперс. И ты съедаешь его, и тут уже всех окончательно выносят. А в темных углах клуба люди занимаются сексом. Я никак не мог понять, как люди могут так долго тусоваться. Я был молод. Я не понимал, что они под наркотиками. Мы с друзьями были там всю ночь. Уходили в 7 утра полностью истощенными. Выпивали кофе. В итоге я засыпал в метро по дороге домой. И просыпался в Бронксе. Популяризатор решительной индивидуальности, Ларри вдохновил многие поколения диджеев. Ларри мог создать атмосферу хаос-вечеринки, собрав 2000 человек. Он стал тем, кто затянул меня в клубы из джейнг. Paradise Garage установил тенденцию. Paradise Garage был первым в своем роде. И даже спустя 20 лет люди говорят о том, какое влияние он оказал на музыку и культуру. Диско отстой! Диско отстой! Но уже спустя полтора года после лихорадки субботнего вечера, диско стало изгоем в Америке. Диско отстой! Диско отстой! Диско отстой! Скотт Смолкин Силлз, The Hot Mix 5. Стив Далл взорвал диско-пластинки в Каминский парк, приглашая фанатов рок-н-ролла присоединиться. На диско начались гонения. Это самый большой антидиско-слет в мире! Антидиско-райли! В 1979 году диджей Стив Далл возглавил кампанию против диско. Выступления прошли по всей провинции. Они хотели уничтожить черную музыку. Уничтожив диско. Забавно то, что я работал распорядителем на стадионе, копив деньги на первый синтезатор, Винс Лоренс. Я обратил внимание, что ко входу люди приносили пластинки. Кое-какие из них были диско. Неплохие пластинки. А некоторые были просто с черной музыкой. Не диско. Ритмонт-блюзовые пластинки. И я понял, против чего на самом деле были эти люди. Никто не приносил пластинки Металлики. Зато были пластинки Марвина Гея. И их приняли и взорвали вместе с дисками Донни Саммер и Аннид Уорд. Мне показалось это расизмом. Слишком черная и слишком гейская для американской глубинки, диско также быстро вышло из моды, как и вошло в нее. Радиостанции переключились на рок и поп. Рекорд компании закрывали свои танцевальные лейблы. Стив разбирался в музыкальном бизнесе. Во времена диско было достаточно новой музыки. Диско было популярно. И вдруг начались гонения. И ты уже не можешь играть в любом клубе на выбор, собирать толпы, зарабатывать деньги, не имеешь возможности выступить. Конечно, в андеграунде все было по-прежнему. В 1977 году промоутер Роберт Уильямс позвал молодого диджея из Нью-Йорка играть в своем новом клубе под названием The Warehouse, склад. Диджея звали Фрэнки Наклз. Роберт Уильямс, The Warehouse. Из-за стиля Фрэнки никто не мог тогда достичь его высот. Фарли Джек Мастер Фанк. Была в нем какая-то мистика. И в той музыке, о которой знали он и еще пара человек. Дуэйн Буффорд. Наклз играл классику. Все отдавал, чтобы стать классиком. Джесси Сондерс. Он играл больше андеграунда. Вроде Loose Joints, Is It All Off My Face. Песню Анниты Уорд, Ring My Bell. Он играл несколько месяцев до того, как она стала коммерчески успешной и была выпущена. Это было единственное место, где можно было услышать такую музыку. С этого места все началось. Других мест просто не было. Наклз привез энергетику гей-сцены из Нью-Йорка в Чикаго. Но скоро клуб стали посещать натуралы. Эта музыка трогала душу. Ты чувствовал грув. Басы были тяжелее. Вокал был душевным, возносящим. Особенно для геев. Они очень подвижны. Они могли поднять музыку на новую высоту. Они поднимали руки вверх, опирались о стены, прыгали на динамики. И друг на друга. И это было невероятно. Ты знал, что вокруг тебя гей. Но ты никогда не видел двух парней, целующихся друг с другом прямо перед тобой. Скримин Рэйчел Кейн, посетитель уэрхаус. Это место было пульсирующим, жарким. Сплошной мешаниной тел. В основном были черные мужчины, женщин было мало. Но это было очень крутое место. Я чувствовал себя как дома. У людей тогда поменялось восприятие. Натуралы поняли, что можно спокойно общаться с геями. Смотришь на целующихся парней и думаешь, меня же они не целуют, так что все хорошо. Уэрхаус стал сенсацией в Чикаго. Но никто не подозревал, что он вот-вот назовет своим именем новый стиль музыки. Если ты был чикагоским диджеем, и тебе нужны были пластинки, было только одно место. Магазин «Импортс». Именно здесь он и был. Чип И, «Импортс Инкорпорейтед». Люди спрашивали у нас музыку, игравшую в «Эрхаус». В итоге мы сократили обозначение для этой музыки, потому что сами люди стали сокращать, спрашивая, «Как там насчет хаоса?» Они имели в виду классические релизы лейблов вроде «Sell Soul» и «Filly Classics». И мы написали на полках «Хаос». И в итоге люди приходили и спрашивали, «Где тут у вас новый хаос?» Слово «Хаос» изначально использовалось для обозначения музыки, игравшейся в «Эрхаус». Стив Смоукин Силлз «The Hot Mix 5». Изначально это было диско, но не его поп-версия. Не Дэн Хартман, а, к примеру, «Walk the Night» группы «Scat Brothers». Стив Силк Хёрли. Мы рылись в старых коробках в поисках музыки, о которой люди забыли, и возвращали ее. Будучи ограниченными в выборе мелодий, диджеи стали креативнее за вертушками. Стиль Чикаго — это плавное микширование. Все должно точно подходить друг к другу. Нельзя смешивать один вокал с другим. Ты ищешь пластинки, где одна вещь созвучна другой. Ты смотришь на толпу и понимаешь, что их жизнь — это часть этой пластинки. И ты можешь повторить эту часть, подразнить их, введя эту часть в микс, а потом убрав ее. В этой песне есть кусок «М-да-ум», но он не звучит до конца. И я хочу ввести эту часть. И вот как, например, я бы это сделал. Сейчас она в начале пластинки. Я проверну пластинку до этого «Ум-да». И я могу прервать ее. А если мне нужно быстро перейти к куплету, то я делаю так. Мне приходилось использовать вторые копии песни, чтобы быстро переходить к нужной части. Я мог бы сыграть вещь целиком, но не факт, что толпа хотела ее услышать. Этот тип микширования использовался на радиостанции WB-MX группы Hot Mix 5. В прямом эфире из Чикаго танцевальная вечеринка Hot Mix со Скоттом Смоукин Силзом. Скоттом Смоукин Силз Оригинальные Hot Mix 5 включали в себя меня, Скоттом Смоукин Силзом, Кенни Джеммин Джейсона, Фарли Фанкин Кита, который сменил имя и теперь стал Фарли Джекмастер Фанк, Микки Миксин Оливер и еще Ралфи Роккин Розарио. Вообще, нас должно было быть шестеро, но один так и не пришел. Бедный Джефф Дэвис, прости, Джефф. Это была такая ошибка для всего шоу. Субботний вечер и никакой болтовни. Вот что они говорили. На радио по всей стране играли диджеи. Допустим, у них была пластинка с песней на 7 минут. Они бы сыграли 6,5 минут этой песни и на этом закончили. Hot Mix 5 действовали по-другому. Они бы сыграли 2 минуты из песни, взяли бы лучшую часть, сыграли бы брейк, повторили его несколько раз, проиграли бы тот кусок, который нужно, оставив за бортом остальной мусор. Вот что такое стиль Hot Mix 5. Они делали то, что вы могли услышать в клубе, но делали это на радио, и тогда для меня это было уникально. И, возможно, не только для меня. Шоу развивалось, мы старались делать все больше и больше всяких креативных штук. Мы брали лезвие, резали пленку, чтобы потом на катушечниках получать что-то более клевое, чем на вертушках. Но свою форму хаос начал приобретать, когда диджею взяли на вооружение драм-машины. Джо Смут. Люди были удивлены, когда мы начинали создавать собственный ритм и биты, чтобы скомпенсировать недостаток музыки. Фарли, Джек Мастер Фанк. Мы начинали использовать бит, чтобы придать звуку жесткости. Мягкие вещи с жестким битом. Конечно, не как сегодняшний хардкор, но в те дни это было хардкором, поверьте. Я уберу бит. Теперь верну его. Уберу и снова верну. Пластинка с битами, а там акапелла. Теперь они звучат вместе. Для большей узнаваемости ты включал драм-машину или просто записанный бит, и люди начинали кричать. Выключал, а потом включал бочку, и они кричали всю ночь. Байрон Стингри, Тен Сити. Они ставили эти треки, и все подбегали к диджею и кричали, что это? Что-то новое? Чувак, что это звучит? Это было уже чем-то статусным. Соревнованием. Кто сделает трек погорячей. Соревнование между диджеями становилось все напряженней. Примерно в 83-м, 84-м мой псевдоним был Стив Силк Херли, и я решил назвать себя Джекмастер Силк. Мы с Фарли тогда снимали комнату. Он сказал, что хочет сменить имя, и я спросил, как ты можешь быть Джекмастером, если я настоящий Джекмастер? У меня были эти звуки «Джак, Джак», которые я вставлял в свои миксы. В пятницу он сменил имя на «Фарли Джекмастер Фанк». Я пришел и сказал, что Фарли Фанкин Кит мертв, его больше нет. Теперь есть новый парень, и его имя «Фарли Джекмастер Фанк». Стив в этот момент ехал на радиостанцию с пленкой. Он готовился сказать, что теперь он Стив Джекмастер Херли и чуть не въехал в столб. Я не мог поверить. Хуже было некуда. В 1983 году в Чикаго открылся новый клуб «The Music Box». Музыкальная шкатулка. Его диджей Рон Харди поднял клаббинг на новый уровень. Чип И. Это был клуб Рона, и ничей больше. Он управлялся Робертом Уильямсом, но это был клуб Рона Харди. Роберт Уильямс, Music Box. Он просто не мог не быть там. Если бы его там не было, никто бы не пришел. Они приходили туда счастливыми, великолепными, сходили там с ума. Ты издалека слышал эту музыку, заворачивал за угол и слышал всю эту топающую, бьющуюся музыку. Маршалл Джефферсон. Это была самая громкая музыка, которую я когда-либо слышал. Не в эмоциональном плане, физическом. Было так громко, что эти удары просто сдвигались с места. Бум! 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 И меня трясло вот так. Андрей Хач, отпуститель Music Box, его называли сердечным приступом. Он заставлял тебя танцевать до тех пор, пока у тебя не случался сердечный приступ. Диджей Пьер. Люди все время выкрикивали его имя. «Рон Харди! Сделай громче! Рон Харди!» И я все время думал. Они так не кричат, когда играю я. Дерек Мэй. Таких мест больше не будет. Рон Харди. Делал то, что хотел делать. Он был вудуистом танцевальной музыки. Если бы мне сегодня надо было принять решение, заниматься ли диджейингом, я бы просто не стал этим заниматься. Я смотрю на людей и клубы и понимаю, это все лажа. Я бы бросил. Так что лучше об этом не думать, потому что сравнивать не с чем. Все остальное это просто дерьмо. Каждый вечер начинался с Welcome to the Pleasure Dome. Добро пожаловать в храм удовольствий. Каждый вечер начинался с тем, что он играл очень быстро. Потому что он сидел на героине. Ему казалось, что музыка звучит медленно. И он ее ускорял. И таким образом ускорял всю толпу. Чарльз Мэтлок, посетитель Music Box. Там были любые наркотики. Да, была популярна кислота, был популярен МДА, предшественник экстази. Ты смешивал это все в один коктейль и выпивал. Или ел, или лизал. Да, лизание. Это был суровый способ. Эта смесь оказывалась прямо в твоем организме. И вкус был ужасный. Мы увлекались панком. Играли музыку вроде Blondie и B-52s. Rock Lobster. И в той части, где они поют Down, Down, все пригибались к полу. Мы выходили в толпе с лозунгом «Единая нация под общим грувом». Было очень странное время. Потому что черные танцевали под панк. Танцы под панк были такими. Ты брал женщину, загибал ее и начинал тереться об ее задницу, танцуя. Такой вот был панкинг. Отсюда пошло понятие джекинга. Джекинг. Я впервые услышал о нем в Music Box. Джекинг стал частью языка. Можно было сказать, «Пойду в клуб и станцую джек». Было даже так, что семь парней танцевали с одной девушкой. Она была в середине, а они располагались по кругу. Она могла, например, согнуться, а они стояли позади нее. Парни джекают девушек, парни джекают парней, девушки джекают девушек. Джекинг колонок был любимым занятием. Или даже стены. Если у тебя есть пара, тебе повезло. А если нет, то находишь, например, дверь, подходишь к ней и начинаешь. И так все начало. Это было заразным. Кто-то в одной части танцпол начинал, и вот уже весь танцпол занимается этой пантомимой. Мне рассказывали, что иногда джекинг становился нечто большим за колонками. На танцполе можно было совершать любые движения. Можно было хватать девушек за грудь, запускать пальцы в определенные места. Это телевидение, ты поосторожней. Да, это телевидение, прошу прощения. Мьюзикбокс занимались сексом. На танцполе можно было вытворять совершенно сумасшедшие вещи, но это было только на танцполе. По окончании вечеринки все расходились по домам. Это место стало причиной рождения нескольких детей. Это место изменило жизни тех, кто там побывал. Оно вдохновило всех, кого я знаю. У Хаоса вот-вот должна была появиться своя звезда. У моего друга была копия, копии, копии, копии. Кто-то взял копию у Фрэнки, и она была скопирована тысячу раз по всему городу. Мелодия была последовательностью с трех нот, и она повторялась. И когда она начиналась, толпа понимала, что это «Your love», «Твоя любовь». Это было событие. Все без исключения переслова песни. И это было офигительно. Трек был просто офигительным. Джейми был богом для нас. Мы понятия не имели, что он простой парень, записывающий музыку в спальне. Я думал, что он какой-то миллионер из Европы. Я даже не знал, что он черный. Джейми Принципл. Я слышу эту песню и лишь помню причину ее написания. Люди говорят мне, что эта песня тронула их, и я благодарен за то, что это с ними случилось. Сын строгих родителей, Джейми, ни разу не был в клубах, где звучала его песня. Мы выросли, слушая классическую музыку, госпелы, немного попа, немного ритмом блюза. Меня растили в строгости. Такую музыку дома можно было слушать только по определенным дням. У меня были отношения с девушкой по имени Лиза Харрис. Серьезные отношения. Такие серьезные отношения у меня были впервые. Я все время искал человека, с которым у меня будет такая взаимосвязь. Я встретил ее, и это случилось. Мы все еще общаемся, и я до сих пор говорю всем, что эта песня написана для нее. Я отправил пленку во вся компания Нью-Йорка, и все они отказали. Нам это не нужно, это не то, что мы ищем. Ну нет, так нет. Но его пленка была очень популярна в клубах. Ее лав стала точкой отсчета в эволюции хаос-музыки. Послушайте его. Это чудесный трек. Попробуйте спросить сейчас кого-нибудь, что же такое было в этом треке. Так сразу не ответить. Цепляет басовая партия. Это великая песня, это великая песня. А Джейми сделал три или четыре таких великих песни, и они расползлись по всему городу. Но их не выпустили на пластинках. Я чувствовал тут божественное вмешательство. Было столько разных факторов. Не было бы этой ситуации, не написал бы песню. Пленку к Фрэнке должен был отвезти мой друг, а если бы он этого не сделал, если бы этого не случилось, я бы сейчас тут не сидел. Для меня это божественное вмешательство. Удивительно то, что та версия, которая в итоге была выпущена, не самая лучшая. Она ничего, конечно. Та, что была выпущена? Да, она не самая лучшая. Оригинал так и не выпущен. Но у меня есть копия оригинала. Да, у меня тоже. Но только на пленке. На пластинке ее так и не выпустили. Прекратив переработку старого диска, хаос стал чем-то новым. Чем-то свежим. Но его не выпускали на виниле до появления трека «Он и Нон» снова и снова. Это песня «Он и Нон», самая первая пластинка в стиле хаос. Мне до сих пор предлагают за нее тысячу долларов, и даже больше. Винс Лоуренс, продюсер. Я обратил внимание, что многие девчонки считают его симпатягой. «Он сказал, что будет петь». Я решил поставить его спереди. Есть группа, есть симпатичный парень, девичьи сердца бьются чаще, музыканты играют за сценой. Джесси Сондерс. Винс просто ходячий кладезь информацией. Он говорил, давай сделаем. У отца есть лейбл. Он сделает то-то. Печатаем тут на заводе. Так оформим лейбл. А ты вот что сделаешь. И я только сидел и, ну ладно, ага, ага. Дуэйн Буффорд. И мы даже не задумывались, что делали музыку, отталкиваясь от того, что слышали в клубе. Все песни были с прямой бочкой, и мы стали делать бит с прямой бочкой. Они записывались так. Сначала ударные, потом бас, потом сведение с клавишными, и со всеми эффектами, а потом Винс и я сделали такой простой рэп. Джесси нравилась строчка из White Horse со словами «Если хочешь быть богатым, нужно быть сукой». Он повторял снова и снова, говорил «сука». Джесси и Винс отнесли этот трек в клубы и на радио. К тому времени, как треку дали отказ, он стал обязательным к обладанию в коллекции. Он спросил «Откуда у тебя эта пластинка?» «Мы сделали ее сами. Это были мы». Он такой «Что это значит?» «Мы сами ее сделали. Это наша пластинка, наш лейбл. Это моя надпись на обложке». Винс оформил ее сам, вручную, взяв чистую обложку. Он спрашивает «И сколько их у вас?» Я ему «Подумай, хорошенько, у меня их тысяча в машине». «Сколько тебе нужно?» Он ответил «Беру все. Сколько ты хочешь за них?» И я прикинул, себестоимость пластинки – один доллар. Я хочу получить минимум два доллара. Тогда я получу полдоллара прибыли. Полдоллара – нормально. я сказал «Четыре доллара» на случай, если он захочет скинуть цену. Он сказал «Ладно». И выписал мне чек на четыре тысячи долларов. Мы с Джесси вышли из магазина, сели в машину и заорали. Мы продали 20-30 тысяч пластинок. И это только в Чикаго. Мне было 17-18 лет. Я ездил на корвете, летал в Нью-Йорк, занимался всякой ерундой. Все это казалось каким-то сном. Будучи неказистой, он и он стало искрой, от которой произошел взрыв чикарского хаоса. Это для меня самая главная пластинка 20-го века, потому что она позволила не музыкантам поверить, что они могут делать музыку. Первое, о чем все думали, когда слышали пластинку, «Бог ты мой, я могу сделать лучше?» Надо попробовать. Начать нужно с мощной бочки. Потом партия баса. Чип И. Потом ты заполняешь ее малыми барабанами, заполняешь хай-хэтом, заполняешь рим-шотом и хлопками. Джо Смут. И еще надо было что-то добавить. Я сказал, «Время Джека». И понизил высоту своего голоса. Так создавалась история. Первый раз я услышал ее в клубе на Раш-стрит, который назывался Марс Бар. Там играл Фарли. Я дал ему трек, он поставил его, послушал в наушниках, и через пять секунд поднял фейдер, и началось. И неожиданно так, время Джека. Толпа взорвалась, люди посходили с ума. К 1985 году каждый парень с драм-машиной делал хаос. Скримин Рэйчел Кейн. К тому времени хаос стал главенствовать. Невозможно было попасть в клуб и не услышать нашу музыку. Это было круто. Настало время выходить за пределы Чикаго. Ларри Шерман Трекс Рекордс. Они не знали, как играть на инструментах. Они появились тогда, когда в средствах массовой информации стали говорить о революции в электронной музыке. Они учились отбивать простые ритмы на драм-машинах, которыми не умели пользоваться. Они учились пользоваться секвенсорами, которые выглядели как странные игрушки. Они были новаторами, первопроходцами. Было особое время. Ларри Шерман владел единственным заводом грамм-пластинок в Чикаго. Во время возникновения первой волны Хаоса у него был лейбл Трекс. Парень приносит демо-пленку, и я стараюсь выпустить пластинку в течение недели. Этим Трекс отличался от других. Мы доставляли материал на рынок. Мы не ждали, пока кто-то скажет, думаю, это неплохая пластинка. Мы приходили и говорили, это отличная пластинка, и она тебе нужна. Это Хаос. Нравится? Отличная штука. Релизы вроде No Way Back Адониса определили саунд в стиле Хаос. Но именно знание бизнеса сделало Трекс доминирующим лейблом. Винил тогда стоил полтора доллара за килограмм, или 30 центов за пластинку. Я не мог позволить себе большие тиражи, потому что не было денег. И тогда я купил большой тираж новых нераспроданных пластинок. И он их отшлифовал. И отпечатал новые пластинки. Вот почему его пластинки были с трещинками, легко гнулись и все такое. Потому что это был не новый винил. Я вынужден извиниться перед всеми за это. причина, по которой некоторые пластинки были не в лучшем состоянии, заключалась в запчастях. Я печатал пластинки до тех пор, пока пресс не начинал разваливаться. Но это лучшие пластинки, которые можно сделать за четверть доллара. Ребята из клубов стали движущей силой музыкальной эволюции. В начале 85-го пара фанатов Musicbox создали новый вид хаоса, издеваясь над аппаратом, созданным для караоке. Эрл Спанки Смит, проект Future. Изначально, когда мы только начинали сочинять музыку, мы хотели попробовать 303-й в создании басовых партий. И это был отстой. И я сделал ритм, который вы слышите. DJ Pierre, проект Future, он нажимал на кнопки и говорил, не могу понять, как он работает, он по-прежнему издает этот странный звук. Я не знаю, как его программировать. И он сказал, может, ты поймешь, что с ним делать? Потому что инструкции у нас не было. И я просто стал крутить ручки. И он такой, ты что делаешь? Я говорю, кручу ручки. Он отвечает, мне нравится, продолжай. И мы сидели так 30-40 минут, и я просто крутил ручки. А он говорил, клево, мне нравится. Маршал Джефферсон. После этого трека вышло еще 5000 пластинок в стиле «Айсит Хаус», но никто не мог сравниться с Пьером. Он делал это музыкально, следуя настроению песни. Остальные просто крутили ручки и этим ничего не достигли. И единственный, кто рискнул бы сыграть этот трек, был Рон Харди. Ту ночью он сыграл ее четыре раза. Он поставил ее первый раз, и люди не знали, как реагировать. Он сыграл ее еще раз, и люди подумали, что он рановато сегодня играет сумасшедшие вещи. Но после четвертого раза они съехали с катушек, и это стало рождением Эйсида. Рон Харди дал мне пленку диджея Пьера. Маршал Джефферсон был ухом Ларри Шермана. Ларри Шерман понятия не имел, что происходило с музыкой. Я сказал, Ларри, ты обязан это выпустить. Он ответил, но там нет слов. А я сказал, но ты тоже самое говорила Can You Feel It? Can You Feel It? Чувствуешь? Привнес сложность джаза к серому хаус-биту. Но несмотря на поток классических хитов, вокруг трек с рекордс росло недовольство. Он приносил контракт, он говорил, сколько денег тебе даст, и все. А между тем, этот парень мог заработать многие тысячи долларов на твоей музыке. Джей Би Рос, адвокат в развлекательной сфере, ему нужно было лишь сказать, что это стандартный контракт. Ах, стандартный? Где подписать? Многие соглашались на тысячу долларов. Ларри платил им тысячу и говорил, но я владею правами на все. Если у тебя нет денег, то ты не можешь нанять адвоката, чтобы он прочитал контракт. Предварительная плата услуг адвоката разорит тебя. Ларри часто подписывал контракты без присутствия адвокатов. Но я слышал, как он говорил это. И он вроде бы даже гордился тем, что предупреждал ребят, которые подписывают контракт. «Я хочу, чтобы ты знал, что это бизнес. И если у меня будет возможность тебя поиметь, я так и сделаю». И он не шутил. В этом не было чего-то необычного по сравнению с другими компаниями. Но я всегда уважал его за то, что он честно предупреждал, что в этом деле нужно иметь опыт. «Пионеры Хаоса» продавали свои треки Шерману. Но когда начался бум-продаж, многие почувствовали себя обманутыми. Все шли к нему, потому что у него был единственный завод в городе. Они слышали эти оговорки. Но желание выпустить свою музыку было сильнее, поэтому они старались заключить как можно более выгодную сделку. Но этого было недостаточно в итоге. Сделка с Ларри это просто сделка. Возможность выпустить свой трек. Но возможно ты не получишь денег. Это лишь сделка. Румаги были оформлены правильно. Люди получали свои деньги непосредственно на ранних стадиях. Однако несмотря на это они считают, что они продали больше пластинок, чем указано лейблом. Обжигающее желание танцевать наконец-то родило новую музыку. Но не без потерь. И Ларри Леван и Рон Харди умерли в 1992 году от употребления наркотиков. Но их наследие музыка, которая распространилась далеко за пределы клубов, в которых была рождена. Без них танцевальная музыка никогда бы не достигла таких высот. Без лейблов вроде трекса Хаус мог бы не выйти за пределы Чикаго. А без Маршала Джефферсона у Хауса бы не было Move your body двигай телом. Все говорили, что это не Хаус. Фортепьяно? Какого черта? Ты что, фэтс домино? Хаусе нет фортепьяно. Это не Хаус. И я назвал его гимном Хаус-музыки. Реакция на гимн Хаус-музыки Move your body была международной. Вот были же песни вроде Rock Around the Clock Билла Хейли and the Comets. Рок-н-ролл существовал до этой песни, но получил ее название. Все стали его так называть. А после того, как вышло Move your body, со всех концов света зазвучали вопросы «Что за хаус? Что за хаус? Что за хаус?» А в песне были слова «Крути хаус-музыку до утра с хаус-музыкой не промахнешься». Поэтому это гимн хаус-музыки. У Хауса появился свой саунд. Появилось имя. В 1986 году он был готов пересечь Атлантический океан. То, что сейчас происходит по всему миру на радио и в клубах очень напоминает мне Чикаго. Мне удивительно видеть, что другая страна любит нашу музыку больше, чем страна, в которой мы родились. Хаус больше любого из нас. И я должен сказать, что то, что я участвовал в этом внедрении, то, что появились последователи, это большая честь для меня. Ведущий Луис Мелис Исполнительный продюсер Майк Флатт Пейдж Режиссер Карл Хайндмарч Производство BBC Channel 4 Перевод и озвучание Константин Кривоногов Сведение NMM Studio Вопросы, предложения и благодарности отправлять на констк собачка яндекс.ру Сделай погромче Чувствуешь? Окружение, в котором я пребывал всю жизнь, было в меньшинстве. Когда я оказался по ту сторону океана, там все было иначе. Я подумал, им настолько нравится хаус-музыка. Всего за три года хаус из Чикаго завоевал все танцполы от Манчестера до Ибицы. Когда ты впервые слышал эту штуку, она выносила тебе мозг. Комбинация хаоса и экстази изменила английское общество. Люди впервые в жизни дали себе оторваться по полной. Это было революцией. Мы знали, что все изменится. Изменится музыка, все изменится. Это история о музыке и людях, которые создали лето любви. Все менялось. Менялось для людей на танцполе, для меня, находящегося в диджейской будке, и менялось на огромной скорости. В 1985 году хаус существовал только в одном городе. Чикаго. Парли Джек Мастер Фанк. Все были диджеями, нам нужно было нечто, что перенесло бы нас в другую категорию, чтобы зарабатывать больше. И таким образом мы стали выпускать пластинки. Диджей Чикаго создали новую музыку из пепла диско. В 1985 году легендарный продюсер Стилф Силк Херли создал свой первый хит. Отпечатали, и он поднялся на вершину. Херли поднял хаус на девятую строчку американского танцевального чарта. Но у него не было шанса выпустить свой следующий хит. Сегодня мой лучший трек Британии это Love Can Turn Around. Он родился из безумных идей, которые были в голове у Стива Силка Херли. Дуэйн Буфорд. Фарли говорил, что был в доме Джесси, когда ему пришла в голову эта идея. Сам бы он не смог ее реализовать. Но он знал, что трое смогут. Дуэйн сыграл соло на фортепиано. Притащили Винса, потому что он писал стихи. Вот так все началось. Все мечты разбились, ведь я хочу тебя. Мы не будем прежними, ведь ты играешь в глупые игры, но я хочу тебя. У нас не было вокалиста. Я только-только записал песню с Дэрилом Пэнди, она называлась Climax, и вышла на лейбле Рэя Барни Bright Star Records. Он был охренительным певцом. Я слышал, что он исполнял партию Трусливого Льва. В местной версии волшебника из страны Оз. Он был геем. И мы такие, мы не хотим с ним дело иметь. Потому что он постоянно говорит нам, что он хотел бы с нами сделать. У него был сильный голос, очень церковный. Мы представляли, как дети впадают в религиозный экстаз, когда он выкрикивал свои слова. И мы подумали, что он станет королем в клубе. и пригласили его. И как же он спел. У Фарли появилась мысль поставить ее на радио. И копии разлетелись во все стороны. Песня прозвучала в эфире и была продана миллионам копий. Но Love Can Turn Around разделила друзей, которые ее создали. Ты хочешь, чтобы все кричали только твое имя. Фарли, Фарли. И это немного разделило нас тогда. Через 30 дней я приехал в офис Рокки Джонса и он выписал нам чек на 30 тысяч долларов. Я подумал тогда, что не особо многого ждал от пластинки. Но я заработал. Ты работаешь с друзьями и ты думаешь, что все отнесутся нормально, когда кому-то заплатят. Что все получат поровну. Но в итоге оказывается, что все не так. Я не получил ни одного пени. Я не уверен, что Дэрил получил деньги, которые он определенно заслужил. Но это был трек, который катапультировал хаос в Великобританию. Он попал в десятку лучших в августе 86-го. Я сыграл его в клубе «Хэвен» и знал, что он порвет всех. И так и вышло. Потом сыграл его в клубе «Мат». Там произошло то же самое. Когда я начал ходить в клубы, лучшие из них были гей-клубами. Мы ходили туда, не притворяясь геями, но старались не быть шокированными от увиденного. Ходили, чтобы услышать лучшую музыку. Диджей, игравший хаос в лондонских клубах для натуралов, получили менее восторженные отклики. Грэм Парк. Ко мне подошли ребята, когда я играл в Лондоне, с одетыми на головы беретами, в ботинках Дог Мартин с металлическими вставками, в белых носках, в 501-х ливайсах и летных куртках. Такой внешний вид позже имела группа «Брос». И сказали, «Ну-ка, выключи эту музыку для петиков». Майк Пикеринг. Я до сих пор получаю вопросы, типа, почему ты играешь музыку гомосексуалистов? Джази Эм. В меня пару раз прилетали предметы. И называли геем. Большинство клубов играли рэр-грув или хип-хоп. Медленную, расслабленную музыку. Марк Мурэс Экспресс. Большинство фанатов хип-хопа считали эту музыку довольно голубой. Они ее не понимали. Большинство людей ее не понимало. Стив Джексон. Для всех она была непривычна своим темпом и энергией. Так что это заняло какое-то время, но на севере все были ее поклонниками. Задолго до нас они танцевали под примерно такую же музыку. Начиная с начала 70-х, фанаты соула с севера Англии танцевали под быструю музыку. «I'm on my way» и все такое. Мы выросли под северный соул. Когда в 80-х появился Хаус, он отлично подошел к танцевальной культуре северного соула. У них было много общего. Это очень душевная, быстрая музыка с прямой бочкой. Дэйв Хэслом. Когда в Хосиенде начали играть пластинки из Детройта и Чикаго, это, возможно, не сильно отличалось от того, что играли диджеи поколение назад. Майк Пикеринг, Хосиенде. Когда мы начали свои пятничные вечеринки, на них приезжало много ребят с севера. Когда я играл что-то вроде «No Way Back» Адониса, я видел, как они танцуют северный соул. Открытый Factory Records в 1982 году клуб Хосиенде повторил многие нью-йоркские клубы, такие как Денситерия. Тони Уилсон, Factory Records. Первые пять лет тут было пусто. Потом в начале 1986-го появилось какое-то движение. Пятничные ночи были так себе не очень массовые. Именно там Пикеринг и Парк играли хаос-музыку. Пикеринг, Парк и Джон Досилва, про которого я часто забываю, потому что его имя не на букву «П». Джон Досилва. Я думаю, что Манчестер был эпицентром британской хаос-сцены. В Лондоне, конечно, что-то происходило, но когда я переехал в Манчестер, то понял, что все самое главное происходит в Хосиенде. Так что если ты хотел быть хаос-диджеем, то надо было ехать сюда. Шон Райдер. Но когда вы оказывались в Хосиенде, то слышали музыку, которую нигде не играли еще многие месяцы. Чем больше чикагского хаоса проникало в Британию, тем больше северных диджеев начали его играть. Мы очистили дорогу от всякой ерунды и нашли место для этой чудесной музыки. Диджей из Манчестера не только слушали хаос, они создавали его. Мне кажется, это первый британский сингл в стиле хаос в оригинальной обложке, который мы купили в небольшом магазинчике в районе Излингтон в Лондоне. Я помню, что у нас не было ленты для записи. Мы писались на кассеты. И стихо отпечатывали пластинки. И они звучали фантастически, очень хорошо. Это урок для всех тех, кто тратит тысячи фунтов на студию. Хаос пересек Атлантику. И в 1986-м крестные отцы хаоса поехали в турне. Приехали Фрэнки Наклс, Маршалл Джефферсон, Ларри Хёрд и Фингерс Инг, гений, настоящий гений, и Адонис, Маршалл Джефферсон. Все были в галстучках, рубашках, были милы и аккуратны. Диджей объявляли каждый трек. Было здорово. Конечно, они приехали в Манчестер, и в Хосиенду выстроилась гигантская очередь. И каждый в толпе знал их треки и считал их суперзвездами. Когда я приехал на следующий год, все носили эти футболки со смайликами и делали так. Огромная перемена всего за один год. Первый раз мы приехали в приятную страну для натуралов, а второй раз оказались на лете любви. Это здорово, что какие-то люди из Чикаго приехали в Манчестер и вместе создали одну большую сцену. Джо Смут. Они поняли эту музыку. Она стала причиной того, что люди были вместе. Стала для людей вдохновением, желанием быть вместе и идти вместе рука об руку. Опыт, полученный Джо Смутом в международном туре, вдохновил его на создание гимна Хаус-музыки. Морган Хан, Стрит Саундс. Когда Джо Смут поднялся на сцену, это было... Я помню его лицо, словно это было вчера. Он вышел. Я не помню, где это было. Какой-то клуб на севере. И там было 3000 человек перед ним. Он вышел и началось. И он поет припев «Промисс Лэнд», и все знают слова. А он только что приехал из Чикаго, и его пластинки не было ни в одном плейлисте. Ну, может, в двух из четырех сотен в Штатах. А здесь он известен повсюду, и девчонки прыгают к нему на сцену. Эта песня берет основную мысль из речи Мартина Лютера Кинга и расширяет ее в музыкальном плане. Ирония в том, что в тот момент, когда Джо Смут выпустил свою пластинку, в тот же месяц, неделю, день, Стар Каунсел выпустил кавер-версию «Промисс Лэнд». Если бы не эта кавер-версия, то оригинал без вопросов поднялся бы в пятерку лучших. Но мейджоры купили эту убогую имитацию великой классики. Я не думаю, что может быть другая версия, которая передаст все эмоции этой песни, которые передают оригинальные версии. У нас появился белый артист, который адаптировал, практически украл саунд, потому что он знал, что это саунд будущего. Джонни Уокер. Ибитса сыграла большую роль в современной клубной культуре, изменив ее стиль, вернув его обратно в Лондон. У нас были клубы, где ты сидишь, живешь в жвачку. В общем, тоска смертная. А это был красивый open-air в большом райском саду. Лайзе Лаут. И еще можно было встретить рассвет, танцую без перерыва шесть часов под эту смесь музыки, которую нельзя было услышать нигде больше. Ибитса была туристической меккой для европейцев, начиная с 70-х. В 1987 году четверо устроителей вечеринок захотели устроить себе отдых, который изменил всю клубную жизнь. В сентябре 87-го у меня и у Пола Оукинфолда были дни рождения. По-моему, Пол предложил поехать на Ибицу и отметить их. Пол Оукинфолд. Я отметил там свой день рождения, пригласив Холлоуэя, Рэмплинга и Джонни Уокера. У Пола был небольшой клуб в Стретхэме. Джонни работал в Лондон Рекордс, а Дэнни только-только начал диджеять, играя в разных местах. Никто из них не играл на Ибице в тот момент. На острове в тот момент главенствовали испанские диджеи. Я помню, как наш общий друг Тревор упомянул о клубе Амнезия. Но он был так далеко, надо было брать такси, нам было лень туда ехать. Но мы все же как-то оказались там. и были удивлены, что Альфредо вытворял с музыкой. Тогда было разделение на диско и поп-музыку, и мы с ним покончили. Загадочный диджей Альфредо играл микс из диско и поп-музыки. Мне приходилось заставлять танцевать кучу народа, среди которых были англичане, немцы, французы, испанцы, старые, молодые, с различными жизненными обстоятельствами. Йенсен Пол, посетитель Амнезии, он играл, не имея рамок, смешивая рок-поп-диско, музыку любого жанра. Он выступал перед разными людьми, поэтому ему приходилось играть смеси с качественной танцевальной музыкой, не забывая про свои любимые новинки, среди которых был и «Чикагский хаос». Вместе с этим мы впервые познакомились с экстази. Все были в поту с растрепанными волосами, никто не понимал, что, черт возьми, происходит. Я помню, как Поул Окинфолд и, кажется, Ники Холлоуэй ходили по клубу, держась за руки. Конечно, они все будут отрицать теперь. Не думаю, что это было обязательным условием и что все его принимали. Я думаю, что экстази было тем, что объединило людей и тем, что заставило их ценить музыку. По окончании каникул четверо друзей решили привезти лето в Лондон. Осенью 87-го Дэнни Рэмплинг воссоздал Ибицу в спортивном зале в Саут-Арке. Он назвал его Шум. Шум был тесной коробкой. Лунатизм какой-то. Потолок был на таком уровне. Разглядеть что-либо было тяжело. Дэнни Рэмплинг был вот здесь. Дэнни Рэмплинг за вертушками и по всему залу расползается. Дэнни Рэмплинг, Дэнни Рэмплинг. Терри Фарли, Бойз Оуэн. Одна девчонка мне рассказала, что видел вокруг него ауру. Приходили обычные люди с серьезными лицами и вдруг становились просветленными, называли друг друга приятелями. Лондон наконец-то вкусил радости чикагского хаоса. До принятия экстази была разница в ощущениях. Тебе казалось, что ты в фитнес-клубе, но как только тебя вставляло, ты оказывался в амнезии. Марк Мур, Эс-Экспресс, все эти свежие лица, принявшие кучу наркоты, поскольку только-только начали баловаться наркотиками, выглядели вполне здоровыми и даже привлекательными. Мистер Си, Дэш-Шейман. Люди, приходящие туда, принимали много экстази, носили яркие одежды и съезжали с катушек. До открытия шум у музыки не было индивидуальности, не было вида, не было танца. Вся танцевальная рейп-культура началась с открытием шума. Хаос появился в Британии, но Америка все еще была в нем законодателем мод. Эд Ши Чикаго, продюсер Маршалл Джефферсон, собирался создать свою первую супергруппу. Байрон Стингли, Тен-Сити. Мы записали несколько пластинок под именем Рэгтайм, но когда с нами решили подписать контракт Атлантик Рэкордс, они сказали, что хотят работать вместе с нами, но им не нравится имя Рэгтайм. Маршалл Джефферсон, пришлось искать новое имя. Я повторял интенс, интенсити, сильный, интенсивный. В итоге он сказал, все это так клево, так напряженно, я чувствую это напряжение, эту энергию. Так я сейчас изобразил Маршала. Байрон пел, сочетая высокие и низкие ноты. Я начал играть со словом интенсити, и в итоге убрал первые две буквы. В итоге у меня получилось Тен-Сити. что, как мне казалось, звучало значительно круче. А я тогда увлекался нумерологией и подумал, что Тен, то есть Десять, станет символом совершенства. Тен-Сити, где все идеально. Так объяснял все Байрон, потому что он был парнем не от мира сего. Кенни-Доб Гонзалес, Мастер Зетворк. Маршал записывал живые струнные инструменты, записывал живой бас, и треки получались отличными. Иногда он мне казался каким-то Пикассо. Его наброски звучали очень странно, эксцентрично. Иногда они даже не подходили друг к другу. Но когда трек был завершен, ты кричал «О, да». С простыми барабанными петлями и сырыми сэмплами было покончено. Хаус стал настоящей музыкой. Он нанял 16 человек, которые хлопали в ладоши. Когда записывал живую, ухлопал весь бюджет на эти хлопки. Я просто хотел, чтобы все мои звуки были оригинальными. В этом нет ничего особенного. В окрестностях Детройта у Хаоса появился сердитый брат. Техно. Мы были сфокусированы, были словно монахи Шаолине, когда дело касалось музыки. Мы зафиксировались на ней с самого, точнее, до самого начала. Техно привнесло интеллектуальную теорию в танцевальную музыку. Деррик Мэй, Майкл Джеймс, мой друг, живший поблизости, пришел ко мне и сказал, «Ого, у тебя есть фортепиано». «Можно я посижу и поиграю на нем?» «Конечно, давай». Он стал играть на фортепиано. Он на нем чудесно играет. И он играл все эти свои пассажи, наверное, в течение часа. Я слушал, и один из фрагментов мелодии мне показался интересным. И я просто зациклил именно эту часть мелодии. В итоге все это превратилось в трек «Стрингс». Я боялся «Стрингс». Я боялся этого трека, когда делал его. Весь день я был дома абсолютно голым. Ходил по дому голым, выглядывал в окно, наблюдал за городским ландшафтом. Я был под кайфом. Я никогда не употреблял наркотики, но тогда словно был под ними. Один парень из Чикаго как-то сказал мне в магазине пластинок «Слушай, я не понимаю, надо ли мне танцевать под нее или нет». Именно этого я и хотел добиться. Я хотел показать сложность в танцевальной музыке. «Стрингс оф лайф» это классика. «Карл Кокс» это своего рода видение будущего, то, что могут сделать машины, если позволить им развиваться. «Пол Хартнелл» «Орбитал» эйфорическое, футуристическое, но все же детройтское техно. «Джази М» это действительно был шедевр. И его невозможно было классифицировать. Это был не «Хаус», не «Техно», это был просто Дерек Мэй. Представьте себе «Крафтверк» и Джорджа Клинтона, застрявших в лифте с одним синтезатором. Джордж справа, «Крафтверк» слева. Такова была идея. Они застряли в лифте на несколько часов, и, наконец, двери открываются, неприятный металлический запах, вывернуть наизнанку синтезатор. Такая идея. Летом 88-го трек «Биг Фан» закинул техно в чарты. Хевин Сондерсон «Иннер Сити». Пол Оукинфолд играл вечером в понедельник в Хевен. Был период Эйсида. Началось лето Эйсида. Была теплая атмосфера, и он сыграл «Биг Фан». И это было удивительно. Детройтская техно присоединилась к чикагскому хаосу в Британии, став саундтреком к тому, что впоследствии назвали «Летом любви». Настало время. Люди перепеснили, прикладывая всю свою энергию и добавляли к нему драйвовое техно. Терри Фарли, «Бойз Оуэн». Все жили очень быстро и меняющиеся каждую неделю жизни. Йенсен Пол, «Спектрум». Люди бросали работу, жен, бросали все. Ты не мог идти на работу во вторник, ведь лучше стоять у окон южноафриканского посольства, выкрикивая свободу Нельсона Мандели. Я играл в клубе «Спектрум» до четырех утра. Сильно уставал. А ведь еще нужно было тащить оборудование в багажник. Никто не мог нас остановить, остановить то, что мы создавали. И когда Пол Оукинфол попросил меня играть во «Фьюча», я подумал, что не смогу играть две ночи подряд, сохраняя спокойствие и не пытаясь кого-нибудь убить. Был взрыв разных идей. Люди писали стихи. Каменщики приходили и читали свои стихи. «Вуду Рэй» был главным треком 88-го в Манчестере. Джеральд Симпсон «А Гай Коуд Джеральд». Я представлял себе ночь как вход, а потом... Это не было песней, это был просто грув. Вот самая убийственная часть. Грэм Парк. И ты слышишь какой-то призрачный голос, который повторяет «Вуду Рэй! Вуду Рэй!» Шон Райдер, ты принимал таблетку и начиналось. А потом... В этом была фишка. Шедевр Джеральда Симпсона создавался для единственного клуба Хосиенде. Джон Досилва. Джеральд постоянно тусовался в клубе. Мы пытались от него избавиться, но он всегда возвращался. Майк Пикеринг. Джеральд Симпсон приходил по пятницам с восьми вечера до четырех утра и однажды принес в будку копию Вуду Рэй. Он послушал ее совсем немножко и вдруг... Вот черт, он играет ее. «Не могу поверить». И все стали аплодировать. «Черт, что здесь происходит?» Я побежал наверх к диджею. А внизу все сходили с ума. Звук не всегда был фантастическим. Это было бетонное здание, но Вуду Рэй всегда звучал просто блестяще. Пока Вуду Рэй доминировал во всех клубах Соединенного Королевства, Хосиенда открыла новую серию вечеринок. «Хот», «Жара» стартовали 13 июля 88-го года. Тони Уилсон, «Фэктори Рэкордс». И кто-то сказал, «Чувак, сходи на вечеринку в среду». Это напоминало Ибицу. У нас появилась смешная идея. Все эти стаканы, ныряющие в воду люди. Крови было полно. Линда Читер, посетитель Хосиенда. У двери стояла охрана. У них были столики с лампами в виде солнца. И когда ты входил, тебе давали мороженое. Я подошел к двери в 10.30 в следующую среду. И когда осмотрелся, то был шокирован. Как будто гремящий поезд врезался в Хосиенду. Я помню, как однажды, будучи там, подумала, что в данный момент времени хочу быть именно здесь, а не где-то в другом месте. Там было 2,5 тысячи человек, которые делали так. Я несколько раз в июле играл там и почти боялся энергетики этого места. В Хосиенде был специальный уголок экстази. Если кому-то хотелось экстази, то там его можно было найти. Ты принимал экстази, и поскольку никто не знал, какие могут быть последствия, ты не думал, что занимаешься чем-то плохим. Ты не думал, что вон те шестеры в углу, трахающиеся, сосущие сиськи у той девки, занимаются чем-то необычным. Это было нормальным. Паус собирался выйти на улицы. The Trip собирал 15 тысяч рейверов каждую неделю. Sonic S-Express. Как-то раз мы вышли из клуба, и все были настолько под кайфом, не под наркотиками, под кайфом от самой вечеринки. И продолжили на улице. Ники Холловой и The Trip. 15 тысяч людей на улице хотят продолжения. Они блокировали улицу, купались в фонтанах, включили музыку в машинах, и вечеринка продолжилась на улице. Я тогда не могла поверить, что такое будет происходить повсюду. Сотни накачанных кислотой ярких молодых людей в центральном Лондоне не остались незамеченными. Дэйв Доррелл. Признаки перемен были такие. Большое число клубов, плюс большое число заголовков в газете The Sun равняется кромешному аду. Они из мухи сделали слона. Контролировать невозможно. Слово не воробей. Многие не догадывались, что происходит, пока не прочитали об этом в газетах, и тогда решили попасть туда. И в итоге вся страна захотела попасть под кислотное безумие. Таблоиды подогрели интерес, и на Юго-Востоке состоялся бум кислотных вечеринок. Стив Джексон. Вечеринки были нелегальными. Нельзя было просто так узнать адрес. Поиск вечеринок для многих был самым лучшим досугом. Ты встречался где-нибудь на углу улицы в районе Бэтнолгрин. Эмси Кинки и Зи Посси говорили так, «Я не могу тебе сказать, где она будет, но вот, запиши номер телефона, будь готов, возьми машину, приводи людей, захвати все, что нужно, и езжай вот в это конкретное место». И ты ехал к телефонной будке на шоссе М25, звонил оттуда и узнавал, где будет вечеринка. «Отлично, ты добрался до паба. Теперь езжай до следующей деревни». И глядя на трафик, ты понимал, что едешь куда надо. Из окон машины выглядывали люди, которые передавали друг другу попперы. Они остановили машину со мной сзади, двумя танцорами, водителем и его бойфрендом. И я сказал, что я кинг, и у нас сегодня выступление. Люди следовали друг за другом в темноте, без защиты от внешних сил, без фонарей и других необходимых вещей. И все-таки оказывались там. И был прекрасный рассвет. Вот так, раз, и 10 тысяч ребят сходят с ума. ЛСД ЛСД – это любовь, секс и опасность. Скушай таблетку экстази и замутись с незнакомцем. Не думай ни о чем, что может беспокоить. Отхвати себе кого-нибудь, пусть фантазия унесет тебя. BBC Radio 1 отказалась ставить в эфир трек «Everything starts with an E». Они наложили на него запрет в связи с его текстом. Они считали, что песня побуждает молодежь употреблять наркотики. Я ответил, что песня – это просто актуальный комментарий на происходящие вещи. Эйсид Хаус захватил всю нацию, и газеты разожгли моральную панику. Кент Эппенден, начальник полиции графства Кент. Эти молодые люди приезжали без палаток, в шортах или широких брюках. На девушках практически ничего не было. И они располагались на этих полях. Музыка была оглушающей. На главном поле у нас было колесо обозрения и разные аттракционы, а также музыка. А там было поле для крикета, на котором парковали машины, тем самым нанося урон. В деревушке проживало тысячи человек. И сюда приезжало еще 20 тысяч в промежутке между пятничным вечером и воскресным днем. Вы можете представить себе, как тихая, сонная английская деревенька превращается практически в помойку, наполненную наркотиками, музыкой, звучащей в радиусе 15 километров, людьми, которые справляют нужду на лужайках. И что еще хуже, представьте себе, что чувствовали жители, что чувствовал местный совет, и особенно, что чувствовал озеленитель этого прекрасного поля для крикета. Он явно был вне себя. В течение лета 88-го каждый уикенд очередные 10 тысяч человек пропадали в полях за шоссе М-25. Большинству пионеров сцены не нравилось происходящее. Мы пытались ограничить рост сцены, на которой Джадж Джулс играл по 15 раз за ночь, но ничего не изменилось. Марк Мур, S-Express, он до сих пор несет это знамя невинности, свободы выражения и пренебрежения к правилам. На этом зарабатывали большие деньги. Все контролировалось бандитами. Адамски. Уже на первой своей большой вечеринке я видел гигантские сумки с деньгами и наркотиками. Парней с пушками. Но мне было интереснее смотреть на 8 тысяч прыгающих людей на танцполе. За две недели я стал играть перед 8 тысячами людей, а начинал с 30 человек. Ко мне как-то подошел человек и сказал, что басовая партия трека, который я играл, изменила его жизнь. Так что один из своих треков я так и назвал «The Baseline changed my life». А еще один трек я назвал в честь этой вечеринки «Energy». Не могу назвать себя новатором. Я скорее просто отдал свой долг. Нация танцевала под еще одно лето любви в 89-м, а полиция увеличила давление. Кэн Теппенден, начальник полиции графства Кент. У нас проводилось 46 вечеринок в неделю. Уэйн Энтони, промоутер проект «Дженезис». У нас всего было по два. Два места, две саунд-системы, два осветителя. И если в одном месте не получалось, мы ехали в другое. Все это привело к применению тактики, которая, возможно, не была законной, но была эффективной. Полиция преследовала нас повсюду. Нас, людей, которые на нас работали. Арестовывали наших звуковиков и осветителей. Завтра, возможно, начнется закат вечеринок в стиле «Eycid House». Отчаявшуюся полицию в 1990 году поддержал Грэм Брайт. Член парламента Грэм Брайт внес на рассмотрение биль, согласно которому организаторы могут быть брошены в тюрьму, а оборудование конфисковано. Но, поставив вечеринки вне закона, власти привлекли к ним внимание еще большего числа преступников. Меня похищали трижды. Три разных группировки. Приставляли пистолет к рту. Это было очень, очень, очень страшно. В общем, тогда я выплакал все свои глаза. Здесь была наша ошибка. Мы привлекли криминал. И опасностей стало еще больше. И еще больше бандитизма. И рэкета. Я говорил им, мы просто устраиваем вечеринки. Мы просто устраиваем вечеринки. Ничего такого. Дэв Доррелл. Я думаю, что произошла бессознательная реакция на слова Маргарет Тэтчер, что общества нет. Я думаю, люди организовали собственное общество, невольно опровергнув это утверждение. Карл Кокс. Было здорово видеть, как рушатся социальные барьеры. Расовые барьеры. Мы просто хотели танцевать под бьющий барабан. И это все. Пол Хартнелл. Мы назвали себя в честь рейвов, которые проходили за кольцевой дорогой Лондона. Я приезжал на станцию техобслуживания, звонил с телефона автомата и узнавал, где следующий рейв. И они проводились вдоль этой кольцевой, пока одна из них не случилась в трех километрах от моего дома. Она проводилась в туннеле для перегона скота и была полным отстойом. Вдохновленный чикагским хаосом, детройтским техно и рейвами на М25, трек Orbital Chimes доказал, что Британия достигла мастерства в новой танцевальной музыке. Нажатием кнопки я управляю этим звуком. Вот эти MMT-8 мы используем на концертах. Это небольшие секвенсоры. На каждом аппарате по 8 петель, 8 разных кусочков мелодии. Все они синхронизированы по времени. Аппарат может хранить сотню таких групп по 8 петель. Вот петля идет по кругу. Включим ударные. И одновременно изменим мелодию. Нажимаем вместе. Началась другая часть песни. Звучит отлично от прежнего кусок мелодии. Можно еще, например, добавить бас. Убрать барабаны. И подготовить себя к чему-то большему. Возвращаем барабаны. Вот так звучат Chimes вживую. Фил Хартнелл, Orbital. Пол загрузил туда петли. Он управляет сэмплером. А здесь у меня микшер. И можно поиграть со звуком. Это увезел Джази Эм, и у него глаза вылезли наружу. Трек был уникальный, с уникальным саундом. С этими кислотными штучками, с запущенными назад струнными. Очень оригинальная, великая пластинка. По пятницам он продавал диджеям пластинки, и он сказал, что прежде чем поставить ее в магазине, он должен ее послушать в наушниках. И вдруг замер. И вывел ее на колонки. И все время смеялся. И люди вокруг сказали, я куплю, я куплю, и я куплю. А он отвечал, не получится, это пленка. Нарезать пластинки можно было только с этой пленки. И я это сделал. На пластинке трек звучал медленнее, потому что мы записали его на цифровой магнитофон, у которого скорость была чуть больше. Джази Эм, когда мы продавали его на лейбл WFRR, Питонг должен был подписать его. Чтобы сохранить лицо и избежать позора, мы переписали кассету на цифровую пленку и так и продали ему трек. Чтобы он не выглядел слишком дешевым. Питонг Лондон Рекордс это величайший пример того, как все начинается с 12-дюймового сингла и заканчивается 10-летней карьерой и семью альбомами. Здесь был логотип О'Зон, а это единственное тестовое издание. Здесь написано Chimes, а на второй стороне Deeper. А у тебя есть? Одна. Не знаю, остались ли они у нас. Они сейчас стоят, наверное, 50 фунтов. Сейчас бы коробку таких. Не думаю, что кто-либо приблизился к ним. Ол Дейли, Лефтфилд, трек Chimes был чем-то совсем иным. Когда эти парни стояли в программе Top of the Pops, когда был популярен Энрик Эстли и все такое, а они стояли там. Это было прекрасно. Просто супер. К концу 80-х американский хаос стал причиной мощной социальной и культурной революции в Британии. В последующие 10 лет хаос не собирался останавливаться. Ведущий Луис Меллис, исполнительный продюсер Майк Флотт Пейдж, режиссер Карл Хайндмарч, производство BBC Channel 4, перевод и озвучание Константин Кривоногов, сведение НММ-студио. Вопросы, предложения и благодарности отправлять на констк собачка яндекс.ру Сделай погромче. Сделай погромче. От хардкора до гламура. Ты в Нью-Йорке и даже подумать не можешь, что поедешь в другую страну, на другой конец света послушать людей, которым нравится та же музыка. Одни были под наркотиками, другие просто отрывались. Сойти с ума, вот что было главным. было время, когда не было определения, что это хаус-музыка или техно, или вэрхаус, или гараж, или хэппи хаус, и все такое. Была просто музыка. Поздние 80-е хаус в Америке все еще считался андеграундом. В стране, где он родился, радиостанции были твердо разделены. Они играли рок, кантри и инвестерн, либо R&B и хип-хоп. Если тебе нравилась ритмичная танцевальная музыка, хаус, приходилось идти в клубы. Хаус – огромная часть клубной культуры сегодня и последних 15 лет. Литл Луи Вега, Мастер Зет Ворк. Хаус не звучал на радио, но это была сцена, развивавшаяся по всему миру, начав с Чикаго и Нью-Йорка. Это чувство, когда ты получаешь заряд от этих треков, великих треков, песен. Некоторые из них с великими текстами, не все были инструментальными. Я помню, как все в клубе вокально реагировали на треки. Представьте себе, что несмотря на 5 утра, все вокально отзываются на каждую песню, которую играет диджей. Вот это энергия. В клубах вроде Paradise Garage в Нью-Йорке диджеи поддерживали общение с хаус-сценой. Арман фан Хелден. У меня был друг, который подсадил меня на него. Приходили люди, которые ненавидели хаус, но он играл, и они начинали джекинг, танцы под эту «Move your body». При этом ввели себя как психи. Я долго не мог принять хаус, примерно до конца 88-го года. А потом запал на Тодда Терри. Известный своим фанатам как Бог, Тодд Терри соединил грубую чувственность хип-хопа с саундом хауса. И теперь было так. Я люблю хаус, люблю только Тодда, но люблю хаус. Он был возбуждающим, заводящим толпу. Таким предстал передо мной хаус. Ненасытный, сырой, такой на коси-выкуси хаус. Я как-то видел парней и думал, что они себе дреды повыдергивают. Они были на танцполе, безумствовали, и все это из-за звучавшей пластинки. Не под наркотой. Вот это хаус. Быстрые сэмплы и грубые басы в треках Тодда Терри стали теми самыми стандартами хауса, которым следует по сей день. Большинство вещей, вроде зацикливания диска сэмплов, вроде Daft Punk, Тодд сделал первым. Зацикливание диска первым сделал Тодд. Наложим рок-сэмпл на хаус-бит. И это Тодд уже тоже сделал. Не так много осталось того, что еще не сделал Тодду. Тодд, несомненно, был пионером. Но он был по ту сторону Атлантического океана от основной аудитории хауса. К концу 89-го, в Великобритании, хаус был на вершине поп-музыки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Эмбиент Хаус смешивал медленный бит с музыкой в стиле New Age. Ют, продюсер. Диджеи в конце 80-х быстро поняли, что нельзя играть полностью вокальные вещи. Потому что люди спустятся на землю и продолжат слушать Radio One. Им приходилось играть инструментальные вещи, но с маленькими кусочками вокала. С каким-то звуком или словом. Как бы опускали веревку с небес со словами. Вот к этому стоит присмотреться. Мы могли смешивать звуки тропических лесов со старым эмбиентом. А потом поставить Маршалу Джефферсона или что-то другое из хаоса. И создавали таким образом атмосферную эмбиент-вечеринку. Трек Little Fluffy Clouds проекта Orb представил Chill Out поколению Рейва. Мы смешали все вместе, и это звучало шикарно. И многие люди после выступлений подбегали ко мне и спрашивали. Кто это говорит? У нее самый красивый голос, когда я когда-либо слышал. Как с ней познакомиться? И когда выяснилось, что это был голос Рикки Ли Джонс, часть фанатов этого просто не ожидала. Не похоже на голос из Чак Иезен Лав. Ведь так? Но особенно невероятным стало столкновение хаоса с рок-н-роллом. Тони Уилсон, Factory Records. Ребята из Салфорда организовали группу. Они изменили историю, не собирайся этого делать. Они просто делали то, что хотели делать. В итоге произошло то, что произошло. Собравшись в Манчестере в середине 80-х, Happy Monday начали карьеру как типичная инди-рок группа. В те времена в Литтл-Халтене, который был частью Салфорда, был построен гигантский, известный по всей округе супермаркет. Его назвали Scan. Там продавалось все, от спортивных товаров до гитар, усилителей, пластинок, еды. Но выглядело это, как овощной магазин. Немного тут, немного там, и старые весы на прилавке. Мы ходили туда с мамой и папой и специально надевали одежду с глубокими карманами. Это сюда, игрушечные пистолеты сюда. Они торговали поддельными усилителями Country Investor. И можно было спокойно вывести тележку с этими вещами на улицу. Но во время записи второго альбома, названного Bound, Happy Mondays стали впитывать в себя влияние хаоса и экстази. Помню, как-то мы с друзьями забурились в маленький клуб. Мы дали диджею новые пластинки, дали ему таблеточку и стали танцевать, хорошо проводя время. И на нас стали глазеть пришедшие туда солдаты. Чего твой приятель на меня уставился? Чего он так танцует? Дурака валяет. И тогда я и еще один мой приятель, не буду называть его имя, говорим этому парню, слушай, «Просто положи эту штучку в рот, проглоти ее, и ты станешь наслаждаться собой, ни с кем не ссорясь и танцуя». В итоге он забрал около 30 таблеток для своих товарищей. И через два часа все эти солдаты делали вот так. Танцевали, говоря, «Это самое лучшее, не хочу возвращаться в армию», и все такое. И вот мы в Дрифолде. Я приехал туда, между делом, найдя этих солдат и мандейс в местном пабе, и, наконец, нашел студию во дворике. Я вхожу в студию, а там Мартин Хеннетт записывает чудесную песню в стиле рок, бог знает какую. И я иду через дворик, где музыканты играют бильярд, пьют кофе, тусуются и скучают. И все, что я слышу, раздающийся в воздухе, свет выключен. Помню, как открыл дверь, а там темень. Я спотыкаюсь от тела и большое количество черного винила. Через дворик они записывали рок-альбом, а тут просто валялись на полу, потеряв голову, просто играя эту странную, непонятную, привезенную из Америки и хаос-музыку. Чтобы смешать хаос-бит с инди-роком, Мандейс привели в студию диджея. В трек Road for Luck я просто включил все то, что работает на танцполе. Никто из нас не знал, как все обернется. Я просто знал, что ритм в рок-песнях никогда не работал. Они должны быть более ритмичными, особенно в плане баса. Так что все дело было в изменении баса и ударных. Мы взяли сэмпл с NWA, зациклили, взяли вокал райдера, поработали над грубым, и все получилось. Что привнес в нее Пол? Он привнес что-то вроде транса. Понимаете? Когда ты после всего вот этого можешь делать все вот это, понимаете? Делать руками мельницу, и все такое. Он привнес в нее плавную мелодичность, правильные ингредиенты. При том доверии, которое было к нам, ушено его ребят, и том видении, которое было у нас, все получилось как надо. Мы не просто сели и начали делать, была особая атмосфера. Это была хорошая атмосфера. Конечно, мы тогда ничего не знали. Если мне тогда показали микшер, я бы, наверное, просто посрал на него. Мандейс взорвали танцевальную инди-музыку и представили хаос совсем другой аудитории. Цитирую Дейли Телеграфт. Ударник и басист Мандейс изменили британскую музыку, адаптировав хаос ритма Чикаго для британского рока, панка, инди и так далее. Они были синтезаторами, людьми, которые случайно смешали все это вместе. Хаос расшевелил поп и обновил рок. Но его влияние на британскую культуру было не только музыкальным. «Смайли, Shut Up and Dance». Допустим, у тебя есть черные друзья, а у меня белые. Но вместе вы бы не стали тусоваться. Такого просто не было. После работы ты шел туда, я шел сюда. Нравится это или нет, но так было в 80-е. Но рейв-сцена объединила всех. После работы они тусовались вместе. В конце 80-х страна танцевала под один барабан. Мы начали ходить на рейвы и видели разные культуры, собравшиеся под одной крышей. Пиджей, Shut Up and Dance. Они делали что-то свое, мы делали свое. Была черная культура и белая культура. Приходя в клуб, мы видели, как все это смешивается. И мы были частью этого и считали, что это хорошо. Водушевленный духом рейвовых вечеринок, проект Shut Up and Dance добавил ломаные биты к появившемуся британскому саунду. Если ты в тот момент ходил на вечеринки и, судя по всему, принимал экстази, гадкий мальчишка, без комментариев, то обратил внимание, что все было построено на драм-машинах, сплошной квадрат. Мы делали музыку, используя ломанный бит, брейкбит. Брейкбит был ритмической основой хип-хопа много лет. Мы взяли брейкбит из хип-хоп-культуры, внедрили его в нашу музыку, но при этом ускорили до темпа хаоса. Наложив ускоренный брейк на основной хаос-ритм, Shut Up and Dance увели музыку на еще один шаг дальше от клубов Чикаго и Нью-Йорка. Мы организовывали рейвы на старых складах и просили за вход всего лишь два-три фунта. А когда появилась так называемая хаос-сцена, вдруг стали просить 10 фунтов за вход. И мы сказали друг другу, они дураки, что ли. Мы просим два фунта за вход. За 10 фунтов никто никуда не пойдет. Мы просили два-три фунта за вход, и люди зажимали даже такие деньги. А тут услышали, что люди платят 10 фунтов за вход. Вот, блин, ну здорово. Откуда люди возьмут такие деньги? Промоутеры шутят, что ли? Эта мысль и легла в основу трека. Shut Up and Dance подпитали растущую рейв-сцену и заложили основу для джангла и UK Garage. Когда мы выстрелили, многие пытались скопировать нас. Наш саунд. Наш саунд называли хардкором. Но мы себя так не позиционировали, дистанцировались от этого. С другой стороны, мы-то вообще одно время называли себя рэп-группой, так что откуда нам знать? Хаус вошел в 90-е, продолжая создавать новые стили. Карл Кокс. Хардкор-сцена началась с джангла. Потом было что-то вроде джангл-техно. Потом из джангл-техно появился хардкор, а из него хэппи-хардкор. А из него получилось нечто вроде саунда группы SL2. Что-то вроде джангла и хэппи-хардкора смешанных вместе и ставшим коммерчески прибыльными. Деррик Мэй. Англичане любят давать имя каждой штуковине. Это глупо. Все должно быть как-то отмечено. Я понимаю, что это бизнес. Но бог мой, теперь мы пытаемся переназвать перекроить всю музыку с помощью новых названий, новых жанров всей вот этой фигни. Как это теперь называется? Теперь уж я не знаю. Каждый раз какое-то дурацкое новое имя для музыки. Как бы вы его ни называли, он не собирался исчезнуть. Спустя два года после тусовок в английской глубинке рэйв-сцена от нелегальных вечеринок в 88-м доросла до больших официальных мероприятий. Рэйв перестал быть андеграундом. Он стал мейнстримом. Тейв Доррелл. Было время, когда купить косячок можно было только за пределами М25. Но к 1992-му, к 93-му, вы могли пойти в магазинчик на углу и купить там экстази. Вам лучше взять интервью у наркотиков. Они многое могли бы рассказать. Люди, создавшие оригинальный хаус, чикагские и детройтские диджеи, скорее всего, не употребляли наркотики. И даже были против этого. Для них это был технологический эксперимент. Они использовали 303-й Ролланд и прочее. Но в Англии развитие музыки напрямую зависело от употребления. Люди пытались взять все то, что витало в голове в 4 утра в субботу перед десятком тысяч людей и обработать все это с помощью машины. Это было странно и становилось еще более странным. Темп становился выше, потому что они были возбуждены. Они каким-то образом переносили это возбужденное сердцебиение в этот саундтрек их жизней. В тот момент тусовались все. Все были погружены в Aesit House, в рейв-культуру. Мы хотели посмеяться над этим, а не прорекламировать. И нас неверно поняли. Все подумали, что мы рекламируем экстази, а на самом деле мы просто хотели подурачиться. Ее пытались запретить. Было целое расследование, мы отвечали на вопросы. Мистер Си, Дэ Шэмен. И целиком мы полностью отрицали, что речь идет об экстази. Мы говорили, что это песня о собирательном персонаже из произведения Диккенса. А причина, по которой мы спели песню об этом персонаже, то, что мы хотели вернуть жизнь в поп-чарты. Немного содержания, немного театра. Люди думают, что дело в припеве. Но припев становится незначительным, когда вы вслушиваетесь в куплет. И там есть парень с милым лицом и звать его Эбенизер Гуд. Вот оно, признание. Друзья зовут его Изер. Он крутой чел. Он заводит, как не может никто. Он утончен. Он грандиозен. С ним тебе хорошо. Он оклеветан и недопонят. Но ты же знаешь Изера. Он порадует толпу. Он хорош. Он Эбенизер Гуд. Намеки в каждой строчке. В каждой строчке. У кого есть подстилка? Я был на Radio 1 и давал интервью Марку Гудье. Мы говорили об Эбенизер Гуд и Марк сказал «На прошлой неделе в Top of the Pops ты сказал «У кого есть подстилка?» Это новое название наркотиков?» Я ответил «Нет, это просто коврик для котиков». Но теперь спустя годы я поднимаю руки вверх и подтверждаю, что речла об экстази. Но тогда признаться мы не могли и нас бы запретили. Запретить нас они не смогли. Тем временем в Америке молодой продюсер из Бруклина собирался переопределить хаос для 90. Джоуи Белтром Я слушал хаос в 85-86 и тогда хаос-музыка могла бы чем угодно. Эйсит был хаос-музыкой. Если в треке был бит 808 и электронный саунд он был хаосом. Если в нем был вокал и фортепианные аккорды то это тоже было хаосом. Мне это нравилось. Это легко сочеталось с моими настроениями. Я мог быть счастливым а затем быть в депрессии. А в 19 мне захотелось сочинять самому. Сочинять то, что мне было интересно. Мне было 19 лет. Я считал себя бунтарем и не хотел делать популярную музыку. Я хотел делать крутую музыку, андеграундную музыку, которая бы представляла меня, молодежь и все такое. но все равно я делал хаос-музыку. Я подумал, что трек готов, но ему нужен какой-то элемент, который можно на него наложить. Я как-то наткнулся на сэмпл со словом экстази и подумал, ого, он как раз подходит. Из-за того времени, из-за настроения трека, его мрачности, того, что в итоге и стало называться техно, люди говорили, что там есть слово экстази, то есть это наркотический трек, гимнаркотикам. Это он наркотики имеет в виду. Не думаю, что кто-либо ожидал такого появления Джоуи. Энерджи Флэш был чем-то совсем другим. по-настоящему другим. Он был, не знаю, как объяснить, милый трек, который остается таким и сегодня. Пол Дейли, Лефтфилд. Он отличался от остальных треков. Пол Хартнелл, Орбитл. Я впервые услышал ее как-то в 7 утра. Это был на фестивале у Стоунхеджа, который организовывали Спайрл Трайб. Было около 7, я уже собирался в палатку, солнце начало всходить, звучал этот трек, и я такой, что за черт? Трек звучал ровно так, как я себя ощущал в тот момент. Я не мог поверить, что он такой жесткий и безумный. Великий, замечательный трек. Я знаю людей, которые не увлекаются хаосом или техно-музыкой, даже они считают его сумасшедшим. И это спустя 10 лет после его выхода. Энерджи Флэш переопределил границы танцевальной музыки. Но его темный минимализм и грубая сила были чрезмерны для хаоса сцены. Я был немного разочарован. В Англии мне сказали, это техно, ты делаешь техно. Мы скажем, что это техно и будем его продавать, но только при условии наличия этого ярлыка. Но я-то думал, что делаю хаос-музыку. Просто это другая сторона хаоса. Слишком жесткий для Нью-Йорка Белтром нашел пристанище в Европе. В клубах вроде лондинского Рэйдж хаос становился тяжелее, темнее. Диджеи повышали питч треков, увеличивая таким образом и их темп. Главное было оторваться. Сойти с катушек. Голди. Люди сходили с ума. Вот что было главное в клубе. Одни были под наркотиками, другие просто отрывались. Сойти с ума. Вот что было главным. Когда я впервые играл в Рэйдж, я первый раз видел клуб с лазером. Он словно проглатывал весь танцпол. Чистое безумие. Лазер, светящий с потолка поверх голов. Там было все. Энергия, атмосфера. Это было безумием. Люди с сорванными рубашками, сходящие с ума на этих подиумах. Я тогда подумал, черт же скач. Питер Деверо, Artful Dodger. Там были все. Модели, хиппи, студенты, брокеры. Все любили эту музыку. Там были и белые, и черные. Танцевали, свистели, орали, гудели, как на футбольном матче. Хардкор был не только особым саундом. Это была жизненная позиция. Я всегда думал о том, что я сделаю мелодию, трек, который взорвет людям мозг. Буду жрать все экстази, которые смогу найти, постоянно буду под кайфом. Я под кайфом, давай делать музыку. Я слышал один трек, давай как в нем. Ты что-то придумываешь, и получается трек. Но главное, что нельзя забывать, на уровне инстинктов, я всегда хотел, чтобы люди танцевали. Во время эквализации Terminator я сожрал пять таблеток и стоял на деках, упираясь руками в крышу. Когда я впервые играл этот трек, все мое тело словно сжалось. Я закрыл глаза и всю ночь был как пьяный. Ловил приход всего от двух таблеток. И в тот момент я ощущал себя королем этого клуба и чувствовал теплый луч вокруг себя. Люди вокруг не понимали, что происходит. Что это, черт возьми? Людей словно изгибало в форму призмы. Что за черт? Я в тот момент не понимал, что я сделал. Голди взял хардкор бит и трансформировал его в совершенно новый саунд джамон бэйс. Дело было не в Mother или в Timeless или в любом другом треке. Главное было заставить людей танцевать. Джеральд Симпсон «A guy called Gerald». Звук стал тяжелее, темнее. Темп стал немного выше. и треки стали значительно сложнее. Это был уже не простой бас, взятый из даба. Мы начали смешивать друг с другом басовые партии. Это было уже не просто сэмплирование брейков из хип-хопа и их ускорение. Мы использовали сэмплы вроде Chop Top, зацикливали их и запускали назад. Весь процесс стал значительно сложнее. Я помню, как встретил впервые Деррика Мэй и подумал, черт, у этого парня есть контакт с дистрибьюторами. И все время в голове вертелось, я хочу поразить этого парня, я хочу поразить парня, которые делают такую музыку. Я помню, что сказал ему, можешь послушать кое-что в машине? А сам я свалю из машины. Он такой, в смысле, ты о чем? Я ему просто, она звучит 20 минут. Что? 22 минуты звучит. Ускорять нельзя, просто послушаем. Я оставил его в машине, просто нажав кнопку play и подумал, увидимся позже. трек Inner City Life увел Drum and Bass в такие глубины сложности, о которых раньше никто не думал. Пит Тонг, London Records. Он пришел в мой офис и сказал, что тебе надо? Я сказал, слышал, что ты хорош. Он в ответ, конечно, хорош, что надо? Он был очень агрессивным и буквально бросил мне кассету. Я не знал, что услышу и сидел 20, точнее 22 минуты, слушал Inner City Life, а потом спросил, где подписать. Дебютный альбом Goldie Timeless перенес Drum and Bass из клубов в чарты. Когда я встретил Goldie, я относился к нему как к настоящей звезде. Настолько его музыка потрясла меня. Но я подумал, что мое время пришло. Я упустил Soul to Soul и Nana Cherry, но этот парень определенно должен был стать мировой мегазвездой. Что бы ни произошло, я не сделаю второго Timeless. Timeless всегда будет лучшим Drum and Bass альбомом. И другого такого не будет. Тем временем, правительство пыталось законодательно контролировать рейв-культуру. Авторы акта об уголовном правосудии 1994 года определяют рейв как мероприятие, на котором 100 и более человек слышат музыку повышенной громкости, характеризующуюся последовательным, повторяющимся битом. Еще со времен Оливера Кромвилля с его запретом на воскресные развлечения парламент пытался заставить людей не танцевать. Ют, мне кажется, что люди тогда впервые подумали, да, это наша земля, это наша страна, мы хотим веселиться, почему нет? Кто говорит, что нам этого нельзя? И если они так говорят, то почему? И что это за положение, в котором говорится, что тебе нельзя веселиться, что нельзя танцевать в поле? Все это необходимая вещь в человеческом опыте, одна из неотъемлемых частей человеческого права. Рейверы вместе с Красти сформировали альянс, чтобы бороться за свои права на вечеринке. Несмотря на протесты, акт в уголовном правосудии стал законом в ноябре 94-го. И, конечно, не остановил развитие хаос-музыки. Лайзел Аут. Танцевальная музыка всегда считалась безликой, ведь так? Это не было лейтмотивом Лэдфилд. Им не нужна была слава. Но они знали, что хотят вытащить танцевальную музыку на живую сцену. Типа, мы вас раскачаем. Вот в чем разница. Они играли вживую. Многие группы до сих пор этого не делают. Они играют вживую, например, только бит. Лэфтфилд играли вживую. У них был ударник и все такое. И это было просто великолепно. Это было великолепно. Лэфтфилд оттолкнулись от хаоса, техно и даба и создали отчетливый британский саунд. Нил больше меня фанатил от рэггей. У него была большая история с этим жанром. Пол Дейли. Это была не столько танцевальная пластинка, сколько эксперимент. Несколько битов и необычный темп, около 110 ударов в минуту. Это не было прайм-таймовой танцевальной музыкой. Но это был наш собственный саунд, и мы выпустили пластинку на собственном лейбле Heart Hands. В музыкальном плане никто не был похож на Лэфтфилд. Многое у них звучало первобытно. Были всякие безумные звуки, вроде отлично от всех, оригинально, потрясающе. Они получили все, что заслужили. Что я еще могу о них сказать? Они мои идолы. В 1993-м они произвели самые смелые акты ассимиляции хаоса. Я думаю, что это одна из лучших пластинок, которую мы выпустили. Она была другой, потому что она объединила техно, этническую музыку и даб с Джоном Лайденом. Дедуля панка Джон Лайден оказал свою уникальную поддержку британскому хаосу. Мы хотели сделать что-нибудь другое. И мы все время думали о совместном треке с Джоном. У нас была демка трека. Мы отправили ее Джону. А он ответил что-то вроде «Где, блин, тут припев?» И помню, как люди, которым мы говорили, что сделали трек с Джоном Лайденом, отвечали «Да, ну». Словно они могли себе представить, что это может быть за трек. А потом несколько человек пришли в студию, я поставил его, и они были потрясены. Я еще до того знал, что у нас получилась хорошая вещь. И Джон выступил просто отлично. Это была пластинка, которая вторгалась во владение мейнстримной поп-музыки. Если вам не нравится танцевальная музыка, но вы любите панк или рок-музыку, то это практически то же самое, но только с грувом. Лефтфилд доказали, что в середине 90-х Британия смогла создать свою собственную хаос-музыку. Откуда Пол Дейли взял такой бас, я понятия не имею. На своей родине музыка выходила из темноты. Продюсеры вроде Мастер Зетворк наконец-то ввели хаос в американские чарты. Литл Луи Вега, Мастер Зетворк. Мы делали пластинки, ориентированные на поп. Делали бисайды, исходя из нашего стиля. Специально для клубов. Брали несколько вокальных сэмплов из песни и делали бисайд, называя его Мастер Зетворк Даб. Мы хотели, чтобы люди чувствовали нашу атмосферу. Так мы начинали. И вот уже Фрэнки Накл сыграет пластинку Дэби Гибсон, а он бы никогда не стал ее играть, но бисайд был таким мощным. И он ему понравился. Ремиксы Мастер Зетворк таких артистов, как Мик Хакнелл, превращавших их песни в клубные хиты, утвердили главенство диджея в качестве студийного продюсера. Кенни, Доб, Гонзалес, Мастер Зетворк, они не хотели, чтобы это был хаос. Мы просто делали ремикс. Мы делали даб-версию, а они ее выпускали. Так все и началось. Они не знали, что такое хаос. Но диджеи всегда были на расстоянии вытянутой руки от микширования трека в клубах до ремикширования их в студии. Теперь лейблы Мейджоры звонили, и мы предлагали привнести атмосферу клуба в очередной хит из чарта. Когда я делал ремикс на Тори, я думал, что сильно удивлю людей, потому что ничего подобного раньше не делал. Я никогда не слышал о ней. И все было просто. Сколько стоит? Ага. Есть ли у меня время? Ага. Словно обычная сделка. Никаких особенностей, кроме того, что он сказал. Сделай что-то совсем другое. Помпт-ап ремикс Армена Ван Халдена на Тори Эймос стал мощным межжанровым хитом. Захватив чарты как в США, так и в Великобритании, он утвердил власть хаоса во всей поп-музыке. Кажется, что какой-то рокер играет на басу. Хотя я взял его с диско-пластинки. Бас звучит три с половиной минуты. Это кусочек, звучащий один так, который я зациклил. Вы просто слушаете бас. А, вот этот кусок возьму. Понимаете? Ну, то есть... Если в этом и есть искусство, то это просто искусство понимания. От меня требуется только сделать сэмпл, зациклить бит, зациклить грув. Все. То есть никаких сверхзнаний не требуется. Все дело в этом груве. Именно он и делает всю остальную работу. Называйте меня, как хотите. Навешивайте ярлыки. Любите или ненавидьте меня. Я просто сижу в студии и делаю биты. Вот и все. Простое искусство создания битов превратило диджея из того, кто играет в пластинки, в того, кто их делает. С тех самых пор, когда Хаус вышел из клуба в Чикаго, Ди Джей Пьер стоит во главе множества инноваций. Люди вроде Дафт Панк, Арман Хэлден, они сделали шаг вперед. Они очень креативны. Но нельзя сказать, что они более креативные или менее креативные, чем были мы. Люди говорят, Пьер, ты создал Aced. Что ты думаешь о людях, которые делают вот это и вот то, взяв твой саунд? Я отвечаю, чей саунд? Как только трек вышел на пластинки, ты уже поделился им. Ты позволил другим людям добавлять их собственные идеи. Все, что я сделал, я гарантирую, я взял у кого-то другого. Выстроенный на возможности взять готовые звуки и сделать что-то новое, Хаус переопределил само понятие музыки. Чтобы быть на вершине в этом деле, надо постоянно учиться. Нельзя сказать, я не буду слушать этого новичка, что он может знать? Новые ребята приходят со свежими ушами. А что если попробовать вот так? Ровно так же, как начинал и я. Крутил ручки, что ты придумал? Надо все время учиться. 2001-й и беспрерывный поиск идеального бита все продолжается в UK Garage. Стив Джексон. Когда появился в UK Garage, это был не хип-коп, потому что мы не живем той жизни. Это не было и R'n'B, потому что и такой жизнью мы тоже не живем. Это была музыка внутренней части города, музыка, которую ребята делают у себя дома, слушая радио и сэмплируя мелодии, добавляя что-то свое. И можно точно сказать, что это британское, потому что в этом есть особая энергия. Амар Адимора, Twice is Nice. Обычно мы брали треки Тодда Эдвардса или Мастер Зетворк и немного ускоряли их. И ты думаешь, трек мне нравится. А в клубе так ненавязчиво увеличиваешь питч, и это срабатывает. Ускоренный трек обладает совсем другим грувом и другим ощущением. Ускоренный трек Тодда Эдвардс Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Чтобы доминировать в чартах Димми Мэджик, Dream Team UK Garage живет уже какое-то время и имеет свое место в клубах Но у него есть своя ниша в мире поп-музыки Дэйн Бауэрс Сейчас мы берем джанглы, басы, мы берем Miami Bass и биты из хип-хопа Накладываем вокал, ускоряем все это и получается трек в стиле UK Garage В этом и состоит процесс А раз музыка прогрессирует, она важна Постоянно открывая себя заново, хаос и его уникальная возможность создавать новые жанры Может сравниться только с его же непреодолимой силой двигать танцполы по всему миру Я думаю, что хаос это чувство И если ты его не чувствуешь, значит это не хаос Смысл всегда был в том, чтобы передать людям эмоции Чтобы они отлично себя ощущали Таким должен быть хаос Хорошим времяпрепровождением Преодолев разделение на нации, расы, сексуальность и классы Хаос превратился в международный феномен Который и не думает останавливаться Никогда В этом нет ничего нового Люди танцевали под племенные ритмы 40 тысяч лет Возможно больше Этого не остановить Это значит забыть обо всем Отпустить от себя Стать свободным Вот что такое хаос Ведущий Луис Мелис Исполнительный продюсер Майк Флотт Пейдж Режиссер Карл Хайндмарч Производство BBC Channel 4 Перевод и озвучание Константин Кривоногов Сведение НММ Студио Вопросы, предложения и благодарности Отправлять на констк собачка-яндекс.ру Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok